Сегодня мы добрались до города Уси, где будем кататься по традиции на электрических скутерах Идея. Здесь у них находится штаб-квартира. И вот на обед мы пришли в ресторан русской кухни, который находится в обычном торговом центре. Видите, верхний, богатый, просто. Такая, здесь музыка звучит классическая, наверное, из, может быть, 50-х годов русская. И вот такой антураж, можно купить сувениры. Кстати, матрешки, да, вот здесь неплохие такие матрешки, они стоят, ну, явно дешевле даже, чем в России, 189 юаней, вот, большая матрешка. То есть, ну, там, 2000 рублей. 40 юаней маленькая, 500 рублей. Такой вот антураж. Российские картины. Но еда своеобразная. То есть, здесь в меню русская кухня. Ну, например, борщ, он вообще очень необычный. Это, по сути, вообще не борщ, а такой томатный какой-то суп-пюре, в котором есть чуть-чуть мяса. Ну, а все остальное здесь, скорее, именно заточено под китайцев. Потому что, возможно, мы единственные русские, которые пока побывали в этой кафешке или ресторане. Но это шутка. Конечно, здесь, наверное, бывают и другие русские, но явно не часто. В основном сюда явно приходят китайцы. Этот ресторан находится в самом крупном торговом центре в Уси. Необычный антураж, но для разнообразия нормально. Добро пожаловать. Приятного аппетита. Необычные купоны на скидку. То есть, вот мы пообедали. Здесь выдают такой вот купон на скидку, на следующее посещение. Видите, это 100-рублевая купюра, как бы. Но здесь написано 30, то есть 30 юаней. Тут нам выдали 5 купонов, что ли, то есть 150 юаней. Скидка на следующий раз. Сегодня мы добрались до города Уси, где производится большое количество скутеров, ну, электрических в первую очередь. И здесь вчера или позавчера был тот самый тайфун, о котором все говорят в Китае. Ну, до Шанхая, до побережья, здесь недалеко, около 200 километров. И тайфун здесь, ну, не с такой силой, да, как бы, как показывают на побережье, судя по всему, прошел. Хотя по городу есть поваленные деревья местами, одиночные. Но вот в центре, например, вроде бы все без каких-то последствий. Город Уси в провинции Джангсу многим китайцам хорошо знаком. В том плане, что многие китайцы хотели бы здесь жить. То есть, это считается очень комфортный город. Вот здесь, ну, есть ряд достопримечательностей таких, которые любят все китайцы. Например, озеро Тайху. И здесь очень красиво и уютно, комфортно. Комфортная обстановка, да. То есть, если сравнить с Чионцином, очень густо населенным городом, то здесь все, ну, наоборот, по сути дела. Здесь нет какого-то скопления зданий даже в центре. Дома стоят так удаленно друг от друга. Можно посмотреть, что людей немного даже в центре вечером после работы. Электрические скутеры. Здесь, ну, других, по-моему, даже нет. Собственно, здесь и их и производят. Завтра мы будем тоже на фабрике Едея или Еди. Самый крупный производитель электрических скутеров в Китае. Ну, здесь вот на улице все ездят. Обычные, как бы, водители мототехники, если так можно сказать, они ездят именно на электрических скутерах, а не на мотоциклах или на чем-то другом. Сегодня мы путешествуем по заводу Едея. Он огромный, тоже находится в городе Уси. И здесь мы пока ходим по лаборатории. У нас, наверное, много видео в канале про лаборатории, испытательные различные. Но это первое, что показывают тоже китайцы на фабриках, как правило, то, что они относятся к делу серьезно. То есть они не просто делают какие-то мотоциклы, мопеды, но делают это на основе каких-то исследований. И здесь тоже вот можно у Едеи посмотреть огромный испытательный центр. Ну, вот просто здесь мы наблюдаем за стеклом. Туда внутрь не пускают. И здесь мы наблюдаем испытания подвески. Не знаю, сколько там циклов она здесь тоже выдерживает у них по нормативам. Но сколько вообще проводится по времени, допустим, такой вот тест. Но выглядит все это достаточно серьезно. Миллион шестьсот циклов мне подсказывают. Можно посмотреть в соседнюю лабораторию. Там испытывают раму, судя по всему. То есть здесь, может, не все там станки сейчас заняты. Но вот, видно, тоже испытывают раму, например. Здесь, как они говорят, на раму устанавливается груз 200 килограмм суммарный. Хотя я вроде спрашиваю, как можно, как может вот это то, что лежит на этом мопеде весить 200 килограмм. Они говорят, что в этих пакетах используется специальный стальной песок, стальной порошок. То есть не просто песок, а именно какой-то тяжелый песок, порошок. И получается, что 200 килограмм нормативная нагрузка. И подсказывают, что миллион циклов здесь проходит испытание рамы. Там, конечно, может быть, видно это все на станке. А может быть и нет. У меня, наверное, не хватит на камере зума показать. Или вот в этой лаборатории, например, испытывают переключатели, но и какие-то другие мелкие детали. Там вот если посмотреть, тоже что-то испытывается на циклические нагрузки. Ну, как будто бы имитируют нажатие на какие-то кнопочки или рычажки. Ну, и тоже все это проходит в автоматическом режиме. То есть они запускают, там компьютер считает количество циклов и в определенное время останавливает. Ну, то есть это такой серьезный подход к делу, который, конечно, присутствует уже на очень крупных фабриках. Потому что если посмотреть, это вот только один из коридоров. То есть сколько здесь этих лабораторий? Тут в этом коридоре как минимум 10-12 помещений достаточно крупных. А здесь таких коридоров несколько. То есть все это требует людей, оборудования вот такого специального. Ну, не говоря уже там про знание, опыт какой-то и все прочее. То есть затраты большие достаточно на качество, на исследование. Вот вблизи можно посмотреть одну из установок, где испытывают батареи. По характерному дизайну можно увидеть, что это фирменная батарея Edea, которая графеновая. Ну, у нас такие же стоят в тех моделях электрических скутеров, которые мы сейчас продаем. И здесь они, по сути, имитируют зарядку и разрядку батареи. Ну, скорее зарядку, наверное, при разной температуре. Сейчас вот минус 10, потом будет минус 20 тоже бывает. И смотрят, как батареи вообще. Вот нижняя камера, да? Сейчас минус 8. То есть температура изменяется. И они смотрят, как ведет себя батарея при этом. А вот в этой камере, например, видите, можно сымитировать минус 40 даже температуру. И они говорят, что она взрывозащищенная, потому что, возможно, батарейка может взорваться. На фабрике можно посмотреть такие стройные ряды готовых электрических скутеров. Но если присмотреться, то это те скутеры, которые мы видели в Чунцине или здесь, в Вусе, для проката. То есть здесь почему-то, ну, по крайней мере, в этих двух городах мы вообще не видели прокатных самокатов. А здесь именно прокатные скутеры на каждом шагу. И вот в том числе Edea делает, видите, здесь партия готовых прокатных скутеров для двух разных брендов. Вот эти зелененькие, это DD. Ну, чуть позже можно подойти посмотреть. А это какой-то другой бренд вот с этим сердечком. Ну, мне ни о чем не говорит, но, судя по всему, вот это и есть название бренда 90 градусов. Скутер это, конечно, очень дешевое. То есть это очень простые комплектации. Здесь 500-ваттный мотор, педали есть, потому что, ну, по статусу, да, положено, что все еще тоже этот закон существует в Китае, что это как бы приравнивается к велосипедам. То есть не нужно там специальные права, может любой человек на этом ездить. Ну и максимальная скорость. То есть поскольку это все-таки вещи прокатные, здесь максимальная скорость контролируется. И здесь она не должна превышать 25 километров в час. Ну, там вот QR-код, по которому через приложение отсканируется. Ну, кстати, здесь вот еще шлем есть в комплекте. А у тех, которые сделаны для DD, нет там шлема. Поэтому, то есть это вот такие бюджетные модели прокатных именно скутеров. И здесь почему-то везде используются. Но вот в этих двух городах, по крайней мере, именно скутеры, а не самокаты. Вот, например, здесь рядом стоят тоже прокатные скутеры для DD. Судя по всему, у DD тоже есть возможность где-то брать прокатные скутеры на улицах. То есть в этом же приложении, судя по всему, или в другом. Ну, тоже такого же типа. То есть 500-ваттные моторы, 25 километров в час максимальная скорость. Все очень просто. Вот можно посмотреть на переднее колесо, насколько оно простое, дешевое. И вот все это готовая продукция для именно проката. Ну, кстати, здесь вот отдельный цех. У него с точки зрения массового производства еще более интересные параметры. По сравнению, например, с индусами, если на индийских заводах мы видели там такт выпуска 50 секунд мотоцикла, то здесь такт выпуска 30 секунд на одной, на каждой ветке конвейерной. Здесь 14 конвейерных веток, каждая в день делает, в смену, точнее не в день, в смену делает 1500 единиц. И тут таких цехов очень много. А вообще, как бы, за 23-й год, ED, вот, например, да, самый крупный производитель вот таких электрических скутеров в Китае, произвели 16,5 миллионов единиц электрических скутеров. Представить себе, конечно, это сложно, но у них, по сути, 7 фабрик. Вот мы только что в Чунцине, рядом там с одним из мотоциклетных заводов тоже увидели их производство. Ну, и здесь вот центральное производство в УСЕ. То есть это очень такое серьезное массовое производство. Сейчас мы рассматриваем один из магазинов, просто в УСЕ, в котором продается ED, электрические скутеры. Ну, то есть это просто частный обычный магазин, монобрендовый, где продают только электрические скутеры ED. Вот это самая продаваемая модель, видите, она популярна на внутреннем рынке здесь. И, ну, она достаточно простая и дешевая. То есть и пользуются в основном женщины. Если посмотреть на улицы, там, многие женщины ездят именно на электрическом скутере. Ну, и тут можно посмотреть особенности комплектации, да, то есть для китайского рынка все сделано несколько по-другому. То есть здесь по умолчанию спид лимит, то есть максимальная скорость ограничена 25 км в час. Но они здесь не раздушивают его, да, там, каким-то набором действий, да, манипуляций. Здесь просто берут и в проводку втыкают такой блок управления, который лежит отдельно. Ну, вот там в коробочке можно посмотреть. И тогда он может поехать до 50, ну, до 45, получается, километров в час. И тут есть всякие дополнительные режимы на электрических скутеров. То есть сейчас вот у нас стоит на центральной подножке. Да, давайте попробуем. Снимем его с парковки. Ну, то есть вот видно, да, то есть здесь есть такой, так называемый, как в Европе, да, в электрических велосипедах, называется пешеходный режим. То есть здесь максимальная скорость не превышает 5 км в час. То есть вот видите, это чтобы рядом можно было с собой вести этот скутер, да. Или, например, вот есть реверс, то есть электродвигатель уже там будет вращаться в противоположную сторону. Вот он включился, желтый. И пешеходная скорость при этом тоже работает, то есть до 5 км в час, это чтобы можно было его куда-нибудь закатить, например, да. То есть не катая его там просто так, а с помощью электродвигателя закатить его куда-то задним ходом. Ну, а обычные режимы здесь всего их два. Для внутреннего китайского рынка вот можно посмотреть на рукоятки. На один режим это спорт и второй ТТ-фар. Но спорт обозначает, что здесь он едет быстро, хотя здесь как бы лимит все равно 25 км в час. То есть у него больше, быстрее ускорение. А ТТ-фар, как мы говорили, вот у ИД это запатентованное слово, запатентованная система. Когда целью мероприятия является расстояние, которое проедет скутер на одном заряде. То есть максимальное расстояние. Экономия батареи, проще говоря. То есть вот этот режим ТТ-фар. Ну, то есть таким образом здесь, по сути, в скутере есть три режима. ТТ-фар, максимальное расстояние на одном заряде. Спорт, то есть ускорение. И пешеходный режим, когда скутер надо катить рядом, и чтобы он ехал сам по себе со скоростью не больше 5 км в час. Ну и у режима пешеходного есть еще реверс, то есть когда он может ехать назад. Вот такое, наверное, отличие основное в комплектации. Вот более светленький скутер. Здесь, кстати, вот в этих моделях батареи находятся под поликом. То есть это не какие-то батареи, которые там легко вытаскиваются. Нужно, кстати, посмотреть. Давайте попробуем открыть. Замочек. Вот, батареи здесь нет. Они находятся под поликом. Из культурной программы у нас сегодня посещение Нанчанлу. То есть это традиционно, как и во многих городах китайских, как и, в принципе, наверное, во всех городах китайских более-менее крупных, есть такое место, где вот можно провести время как бы в старом китайском городе. Ну, конечно, здесь все уже отстроено по новой. Здесь вот ходят лодочки сегодня, их нет, потому что дождь идет. Где-то вокруг нас ходит тайфун. Ну, и можно, в принципе, пойти что-нибудь прикупить, покушать. Такие вот ресторанчики в китайском стиле. Видите? И в то же время Старбакс на стенке. И в то же время Старбакс на стенке.